Я, как любитель черноплодных томатов, всегда с интересом смотрю, что же нового появилось у производителей семян из черных томатов. В 2019 году заметил новинку от агрофирмы Сибирский сад – томат Афрачерри. Естественно, купил. Интересно же испытать и попробовать новинку. К тому же было интересно сравнить Афрачерри с уже известным и популярным сортом томата Black Cherry. Про томат Афрачерри я, в принципе, уже подробно рассказывал, как и про томат Black Cherry в других видео на канале. Кстати, важно не перепутать, что речь идет именно о томате Афрачерри от агрофирмы Сибирский сад, так как есть у других производителей сорт Афрачерри F1. Это совершенно другой сорт. Сорт Black Cherry благодаря производителям имеет массу псевдонимов. Можно сказать, что каждый производитель семян не поленился назвать его так, как ему захотелось. Если вы увидите упаковки семян с такими названиями, как Черная Вишня, Вишенка Черная, Черри Черные, Черный Черри. Все это на самом деле один сорт. Black Cherry. И я вам скажу даже больше. После моего сравнения, мне кажется, что и Афрачерри от агрофирмы Сибирский сад, это тоже Black Cherry. Вот так сразу я раскрыл суть этого видео. А что ходить вокруг да около, я сравнивал эти сорта на протяжении двух лет и не увидел разницы между ними. Думал, может она проявится хоть в чем-то, но нет. И отсюда у меня возникает справедливый, как мне кажется, вывод, что производитель, к сожалению, снова просто придумал новое название. И это печально. Не люблю я никого обвинять. Возможно, я ошибаюсь. Может быть действительно сорта Афрачерри и Black Cherry ужасно похожи. Смотрел как-то интервью представителя агрофирмы Сибирский сад. И там говорилось, что они очень обижаются, что их часто обвиняют в том, что некоторые их сорта как две капли похожи на другие давно известные томаты. Что они много усилий прикладывают для каждого сорта, адаптируют его под наш климат, испытывают и так далее. Я конечно слышал про адаптацию сортов для нашего климата, но если дело лишь в адаптации, то зачем менять название. Еще было интересно слушать их представителя с упаковкой семян томата Афрачерри, которая рассказывала и описывала этот сорт и по ее словам характеристики сорта Афрачерри отличались от тех, которые были указаны на упаковке, которую она держала в руках. Почему так? Что за беспорядочность и разгильдяйство? Вот свежий пример кстати. В прошлом году купил новинку от агрофирмы Сибирский сад. Томат, жар, угли. Что вы думаете? В этом году вижу их семена, уже этот сорт называется жаркие угли. Для чего? Зачем менять название? Должен сказать, что у меня большая часть семян именно от сибирского сада всегда была. Это только сейчас я начал много семян покупать у частных коллекционеров. Всякие редкие сорта, которых просто нет в магазинах. А теперь подробнее и по сути. И томат Афрачерри, и томат Блэкчерри имеют абсолютно схожие характеристики во всем. Я выращивал по три кустика одного и другого сорта, чтобы было легче сравнивать. Это раннеспелые сорта, у меня они росли рядом в открытом грунте и плоды поспели одновременно. Оба сорта индетерминатные, по высоте до 180 сантиметров в открытом грунте и под потолок в теплице. Кусты как близнецы-братья. Если не подписать, то отличить вы их не сможете. Плоды тоже не отличить ни по форме, ни по цвету, ни по вкусу. Я думал Афрачерри будут более крупные плоды, как они указали на упаковке, но нет, такие же плоды. И как известно, у Блэкчерри плоды также вырастают до 40-50 грамм. Мы даже закрыв глаза, пробовали помидоры, не зная, что за сорт, и отличий найти во вкусе не смогли. Такая же ситуация с устойчивостью к болезням, с неприхотливостью к погодным условиям и со всем остальным. Как я не искал между ними отличий, найти их я не смог. Именно поэтому я делаю вывод для себя, что Афрачерри – это Блэкчерри. Или абсолютно похожий на него сорт. В общем, если хотите черные черри томаты, то можете смело покупать как семена Афрачерри от Сибирского сада, так и Блэкчерри. Разницы вы не почувствуете. Единственное, что мне во всем этом не нравится, так это тратить свое время на выращивание одинаковых сортов, для которых придумывают разные названия. И эта ситуация у всех производителей семян и у частных коллекционеров абсолютно одинаковая. Как всегда, интересно было бы услышать ваши отзывы. Возможно, вы также выращивали и один, и другой сорт и смогли их сравнить. Возможно, у вас между ними была разница. И это только мне так показалось, что они одинаковые. Да и вообще, с удовольствием почитаю ваше мнение по теме данного видео. Всем удачи и хороших урожаев вкусных помидоров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok